Около двух тысяч новых рабочих мест, 30 тысяч гектаров введенных в оборот сельскохозяйственных демель, миллиарды рублей инвестиций и налоговых отчислений. Таковы показатели инвестиционного проекта, которым в Бежицком и Санковском районах занимается компания «Коралл». Ход его реализации обсудили накануне губернатор Игорь Руденя и председатель совета директоров Алексей Смирнов. Общество с ограниченной ответственностью «Коралл» – один из крупнейших производителей свинины в России. Сейчас здесь выращивается порядка 336 тысяч голов. В прошлом году доля «Коралла» в общем объеме производства мяса свиней в Тверской области составила почти 42%. На территории Бежицкого и Санковского районов введено в оборот 30 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Инвестировано около 30 миллиардов рублей. В бюджеты всех уровней перечислено 2 миллиарда 200 миллионов рублей налогов. Такие цифры прозвучали на совещании, в ходе которого глава региона подчеркнул важность совместной работы инвесторов и властей. Рождество любого предприятия – это не дело инвестора, это дело всех – и муниципальная власть, и областная. Сегодня важно, чтобы такой ответственный подход, комплексный подход был реализован на примере развития компании «Коралл». Проект является не просто высокотехнологичным, а сегодня практически эталонным для АПК Российской Федерации. На данный момент «Коралл» вводит в эксплуатацию 9 животноводческих объектов. Ряд комплексов уже создан и работает, включая 3 свиноводческих, мясоперерабатывающий комплекс и комбикормовый завод. Объем вложений на этом этапе составил более 18,5 миллиардов рублей. Планируется к строительству еще 6 свиноводческих комплексов. Селекционный генетический центр, увеличение цеха по производству комбикормов до 300 тысяч тонн в год, расширение холодильных камер и создание новых цехов мясоперерабатывающего комплекса. Благодаря этому Тверская область получит около 2000 новых рабочих мест. Кадровый вопрос решается за счет доставки на корпоративных автобусах сотрудников из Беженска и других муниципалитетов. Для студентов профильных вузов и колледжей организована производственная практика. Очень важно, что мы все это прекрасно сами понимаем, что для успешной реализации любого проекта ключевую роль является обеспечение кадрами и специалистами. Участники совещания обсудили развитие инфраструктуры, необходимой для реализации намеченных инвесторам планов. Так, в транспортной схеме грузовых и пассажирских перевозок агрокомплекса «Коралл» планируется задействовать 14 автотрасс общего пользования регионального и межмуниципального значения. Ряд объектов уже включен в областную программу ремонта дорожной сети на 2020-2022 годы. При этом регион рассчитывает на получение федеральной поддержки по этому направлению. Всего предполагается привести в порядок около 50 километров шоссе, построить свыше 9 километров электросетей и более 7 километров газопроводов. Это позволит существенно улучшить инфраструктуру Беженского и Санковского районов в целом. Сегодня наша задача как правительство городской области и муниципалитету Беженский район обеспечить развитие, синхронизировать развитие и проекта, и инфраструктуры. Стоит отметить также, что компания «Коралл» взяла на себя социальные обязательства строительства современного спортивного комплекса в Беженске, школы верховой езды, а также плавательного бассейна. «Самое важное, мы являемся одной командой, а показатели и успех инвестора – это показатели и успех всей области», – сказал Игорь Руденя, подводя итоги совещания.